Я приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Сегодня предлагаю посмотреть, как можно сделать шкатулочку из коробки от конфет. Мне понравилась форма коробки, шестигранная. Для начала укрепляем коробку. Склеиваем все стороны. Склеивала универсальным клеем ПВА. После того, как все приклеила, я вырезала картонку от крупы. Чтобы выровнять поверхность и все же дополнительное укрепление. И точно так же с нижней частью коробки. Тоже между собой склеила, потому что коробки сборные. И приклеила картонку. Потом я подготовила картонку для того, чтобы закрыть вот это все. Но приклеивать я ее буду. Картонки между собой склеиваю. Клеем ПВА-Д3. Плотные картонки. Сначала я приклею сюда бумагу. И только потом я приклею ее вот так на крышку. И точно так же нижняя. Тоже приклеиваю вот эту бумагу. Красивую. И потом в конце уже приклеиваю вот так картонку. Дополнительно укрепляется. И вид все-таки уже ровный и красивый. После того, как я коробку укрепила, подготовила, я начала делать ножки. Сюда металлические ножки не подойдут. Обратите внимание, здесь угол около 70 градусов. У ножек у нас где-то 45 градусов ножки. То есть вот они, естественно, не подходят, такие металлические ножки. Поэтому я буду делать картонные. Коробка без ножек смотрится как коробка. Поэтому будем делать ножки. Как делать такие ножки, вы можете узнать, посмотрев мое видео. Я оставлю на нее ссылку под этим видео. Опять же используем картонки. От крупы. Разделила на три полоски. Вот такие две штуки нужны. Шесть полосок, три ножки. Вот такие получились ножки. Я сделала такую форму, какая нравится мне. Вот такая вот. Вы можете сделать узор по-своему. Разделила коробку на три части. И сделала такие вот ножки, склеив картонки между собой. Когда буду приклеивать, я сначала приклею сюда бумагу. Вот это вот для скрабукинга. И только потом буду приклеивать ножки. Ножки я подготовила. Вот эти вот самоклеющуюся бумагу для скрабукинга. Дочь заказывала для меня в Супермамках. Я оставлю ссылку под видео. Кому интересно, можете посмотреть. Буду вырезать ее по размеру и приклеивать на коробку. Вот она такая интересная, знаете, она полосками. Самоклеющаяся бумага. Можно использовать полосками, а можно целиком. То есть отделяется вот эта вот узорная часть, этот стикер, отделяется от нижнего несущего слоя бумаги. И наклеивается на декоративную, на декорируемую поверхность. Вот. Вот такие вот самоклеящиеся стикеры могут применяться в скрабукинге, в картмейкинге и других видах творчества. Как делала? У меня вот всего такие четыре бумаги. Четыре листа. Фон 56. Я просто брала и прикладывала вот так по факту. И сгибала. Специально ничего не вымеряла, приложила, загнула. Вот так вот. И буду приклеивать на универсальный клей ПВА. Вот так вот. Вот здесь вот я буду приклеивать вот так полосками. Если мне не хватит, то в вот эту часть я буду сюда что-то делать другое. Вот такая сейчас предстоит работа. Все обклеить. Затем нанесу лак акриловый. Все это защищу. И покажу, что буду делать дальше. Я приклеила картонные ножки на клей ПВА-Д3. Решила все же бумагу приклеивать потом. Потому что мне ведь надо закрывать вот эти вот щели. Вот эти ножки здесь. Чтобы было все же аккуратно. И все же, когда приклеиваем, мы все равно пачкаем картонку. И мне не хотелось пачкать эту бумагу. Так. Ножки я приклеила. Затем приклеила наверх, на низ белую бумагу. Все-таки хочу, чтобы смотрелось аккуратно. И приклеила белую бумагу я на верхней крышке. Я хотела приклеить вот этот картон сначала. Но у меня при закрытии стало образовываться вот здесь вот щель 2-3 миллиметра. Поэтому эту картонку я решила не использовать. Так. Кстати, о размерах ножки. Я не сказала. Вот поставьте на паузу, кто будет делать такие же. Длина ножек 18 сантиметров. Высоту 4,5 сантиметра. Вот сами ножки, они 2,5 сантиметра. При высоте 1,5 сантиметра. И пробеговала. Теперь я начала приклеивать уже самоклеящуюся бумагу. Мне понравилось ее приклеивать. Очень хорошо приклеивается. Сейчас покажу. Сначала все замерила. Вырезала. Подготовила. Теперь можно приклеивать. Снимать бумагу и приклеивать. Решила все же показать. При снятой крышке. Так. Сначала я прикладываю по размеру. Как мне нужно. И закрепляю зажимом. Чтобы у меня бумага не съехала. Вот. Видите? Все по размеру. Здесь все закрыто. Вот тут немножко внахлёст получается. Здесь немножко надрез сделала. Вот на этих местах, где сгибаются. Теперь мы снимаем бумагу и прикрепляем начало. Сейчас я срежу, чтобы не мешалось. Вот смотрите. Я приклеиваю начало. Как мне нужно. И закрепляю. Вот. Закрепила. Теперь этот зажим убираю. И снимаю остальную бумагу. И приклеиваю. Вот. Снимаю дальше бумагу. И приклеиваю. Вот так вот получается. Теперь вот здесь вот склеиваю. Закрываю вот эти части. Вот тут у меня надрез был. Тоже. И получается вот такая вот аккуратная работа. Все. Видите? Отлично приклеивается. Работать с такой бумагой одно удовольствие. Сейчас закрою крышку. И покажу, как смотрится. Смотрите. Как будто деревянная поверхность. Ой. Пониже надо. Вот так. Вот. Смотрите, что получается. Сейчас я обклею все. Потом покажу уж результат. Была у нас коробка от конфет. А теперь получилась шкатулочка. Винтажная. Под состаренное дерево. Я ее обклеила. Покрыла лаком. В два слоя. И вот так вот получилось. Сейчас покажу, какая она внутри. Вот. Здесь внутри вот так. Теперь я буду ее украшать. На мой взгляд, что подойдет под состаренное дерево? Это розочки, например, да? Из бумаги. Клепки можно сделать. Вот раз это дерево. И что-то металлическое. Вот я так вижу свою шкатулку. Поэтому я взяла вот такие полубусины. У кого нет, можно взять горох, покрасить, например, да? Если вот такие темные, можно белой краской, серой, розовой состарить. И мы приклеиваем эти клепки на бумагу. Отрезаем и приклеиваем вот так. Наклейка в основе полубусинки держится хорошо. Так же я сделаю с этой стороны. Здесь в центре я решила приклеить вот такую вот металлическую бирку. Я ее сделала сама. Взяла картонку от коробки конфет. Она была цельная. И я сделала трафарет на ней с помощью шпатлевки. И выбрала надпись «Следуй за мечтой». Берем картонку обычную. Можно от крупы. Прикладываем трафарет, который мы выбрали. Вот, например, «Следуй за мечтой», да? Берем шпатлевку акриловую по дереву. Наносим. Снимаем. Даем высохнуть. И когда высохла, мы ее красим в черный цвет. Потом выделяем серебряным, золотым. Каким хотим. Насколько мы хотим состарить. И вот здесь вот тоже я приклеила полубусины. Теперь я это приклею вот сюда на коробочку. Вот так вот. Вот на такой универсальный клей, который у меня в шприце. Приклею. И начну украшать розочками, которые я сделала из бумаги. Вот, сняла иглу, наношу клей. И приклеиваем на намеченное место. Я приклеиваю ровно по серединке. Вот так вот. Можно сделать ее толще. То есть мы приклеиваем несколько картонок. Если хотим высоту повыше. Мне же нравится вот эта высота. Теперь, как мы делаем вот такие вот цветочки. Я хочу украсить розочками. Я взяла вот такую вот бумагу. В них у нас заворачивают торты вафельные, птичьим молоком. Обыкновенная, овощеная такая бумага. Я нарезала ее на полоски. Вот на такие. Чем длиннее бумажка, тем розочка будет шире. Если хотите сделать, допустим. Вот у меня 2,5 см до 3 см. Я ее крашу с одной стороны. С одной стороны покрасила, а с другой нет. Сгибаю его так пополам и формирую розочки. Потом можно сверху белой краской немножко так. Подкрасить. Вот. Получается вот так. Серой или белой краской. Как получила розовую краску, в белую акриловую добавила красный цвет и немножко черная. Чтобы она была такая, знаете, вот не ярко-розовая. Вот как на шкатулке. Как делать розы, вы, наверное, знаете, точно так же, как из атласных лент. Сгибаем. Формируем бутон. И от себя отгибаем. Вот так вот. И еще сворачиваем. И подклеиваем. Я сейчас не буду подклеивать, чтобы время не терять. Просто покажу. Все время отгибаем от себя. Отогнули. Закрутили. Отогнули. Закрутили. Мы уже сейчас, получается, формируем лепесточки. Вот так вот. Делается, на самом деле, очень быстро. Что из ленты, что из бумаги. Видите, все время от себя отгибаю. Потом вот этот вот хвостик я срежу. Чтобы она была такая, скажем, плоская. И такую плоскую розочку очень удобно и хорошо приклеивать на поверхность. Вот так. Сверху можно краской и не красить. Но то, что у меня состаренные доски, я, конечно, буду на цветочки тоже наносить белую и серую краску. Вот так вот получается. Вот. Видите, как формируется цветочек? Очень быстро и легко, на самом деле. Сформировала. Подклеивать не забываем. Отрезали. И получается вот такая вот розочка. Клей наносим. Вот на отрезанное место вот сюда. Бонус. Ты что там увидел? И приклеиваем. Точно так же клей наношу. И приклеиваем. Весь процесс показывать не буду. Сейчас все приклею и покажу, что получилось. Дорогие мои друзья, я закончила работу. Вот такая шкатулочка у меня получилась из коробки от конфет. И сделала еще клепочки на верхней крышке по бокам. Шкатулку сделала быстро, из доступных материалов. У кого нет самоклеющейся бумаги, можно использовать бумагу для упаковки подарка. Они продаются в экспрессе. Вы смотрите, оценивайте. Кому понравилась моя работа, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. Делитесь с друзьями. Дорогие мои друзья, воплощайте все свои творческие идеи в жизнь. Я желаю вам творческих успехов. До новых встреч на моем YouTube-канале.